На связи со студией Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины, капитан первого ранга. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине и добрый вечер. Героям слава. Вот мы продолжаем следить за оперативной обстановкой, за успехами украинских войск на юге Украины. Расскажите, пожалуйста, какие новости есть из региона? Бои продолжаются, и это достаточно тяжелые бои, и серьезные направления у нас, очень длинная линия фронта, но она очень гибкая, и прогибается она под натиском наших войск. Хотя называть территории и конкретные населенные пункты мы пока не будем, поскольку уже говорили о том, что, к примеру, вот этой ночью обстрел шел конкретно по тем населенным пунктам, которые были нами провозглашены, вот как освобожденные. Крайне наше объявление о том, что пять населенных пунктов и перечисленные, так словно, вот запись, враг сегодня всю ночь убил эти населенные пункты, поскольку там есть еще мирное население, там работают по зачистке наши подразделения, ну, совершенно не хочется, чтобы они попадали снова под огонь, а территориально это еще пока достижимо для врага. Кроме того, враг продолжает терроризировать тыловые направления, это населенные пункты, которые находятся достаточно далеко от линии фронта, к примеру, Никопольский район снова всю ночь укрывали и градами, и тяжелой артиллерии. К счастью, пострадавших нет, но есть разрушение жилого фонда, есть разрушение объектов социальной инфраструктуры, и все это также оказывает глубокое психологическое воздействие на населенные. Но тем не менее, вот мы знаем, что есть биты накануне вертолеты и беспилотники, а какие потери техники, склады выживой силы за последние сутки на южном направлении? В числе наших достижений и потерь врага это и тяжелая огневая система Сан-Цепек, очень серьезное оружие, и реактивная система залпового огня Град, одна из тех, которая как раз обстреливала и Никопольский район. Это и самоходные гаубицы крупного калибра 152 мм. То есть это как раз та техника и точки сосредоточения, откуда враг пытается наносить максимальное повреждение и максимальный огонь по нашим позициям. Кроме того, уничтожено порядка 20 оккупантов, а это значит, что та самая длинная армия мира, несмотря на то, что они пытаются подтягивать резервы, в том числе и с крымских территорий, но переправа через Днепр все-таки для них еще проблематична. А есть ли информация о том, что будут предпринимать россияне и их приспешники на оккупированных территориях Херсонской области после вчерашнего шоу в Кремле? Да, уже есть некоторые сдвиги, так скажем, в их деятельности. Они начали подворовые обходы и пытаются собрать молодое мужское население, полное сил, которое уже паспортизировано красными книжечками. Мы знаем о том, что не все получали их по доброй воле, не все граждане оккупированных территорий имели возможность избежать голосования, потому что оно происходило в том числе и под дулами автоматов от угрозы применения оружия. Поэтому мы продолжаем свою информационную кампанию в отношении этих людей, разъясняя им, что даже если они насильно мобилизированы и призваны в ряды той самой оккупационной армии, они дальше знают правильные шаги для того, чтобы быть полезными Украине, скажем так, чтобы понимать, как им выйти из вот такой вот, казалось бы, патовой ситуации. То есть сегодня поквартирный обход, а просто завтра этих людей могут мобилизировать мужчин? Да, их так и забирают и вывозят в неизвестном изначальном направлении, а затем они оказываются уже в нестройных передах вражеского войска. А вот как обстоят дела с выездом из региона? Усиливают ли фильтрацию? Выезд перекрыт по-прежнему и фильтрация достаточно серьезная, но коррупционная составляющая в действиях оккупантов все-таки достаточно мощная. И известны случаи, когда, откупаясь достаточно солидной суммой денег или какими-то серьезными вещами, людям удается все-таки вырваться из этого региона. Но это буквально единственный случай. Кроме того, напоминаем всем о том, что не всегда оккупанты действуют спокойно в отношении того, кого уже пропустили. Есть и расстреливание вслед, есть и направление по заминированным участкам местности. Нужно быть очень аккуратными и трижды уверенными в том, что вы готовы к такому вояжу. Если нет такой уверенности, нет такой возможности, то лучше все-таки раздержаться от такой эвакуации, найти укрытие, не находиться в районах сосредоточения вражеских сил и средств, держаться подальше от мест, которые они выбирают для своего расположения. Наталья, вот сегодня в районе захваченной Новой Каховки прогремел мощный взрыв. Вот об этом сообщают местные жители в соцсетях. Также люди пишут о пожаре на химическом заводе в соседнем Таврийске. Могли бы вы подтвердить эту информацию? Я хочу сказать, что очень внимательно нужно относиться ко всем подобным уведомлениям. И до тех пор, пока мы не подтвердили этого официально, мы на данный момент не подтверждаем эту информацию, это вполне можно трактовать как манипуляцию, как попытку создать провокации со стороны оккупационных властей. Они такое уже практиковали в отношении газопровода, они такое практиковали в отношении обстрелов улиц. Поэтому тут нужно быть очень внимательным. Да, в регионе работают силы сопротивления, да, регион находится под нашим огневым контролем. Но мы еще раз замечу, очень четко и взвешенно выбираем цель. И если наше поражение производится, то с учетом того, чтобы мирное население не пострадало. Ну вот из Херсона сообщают о каком-то движении на Антоновском мосту. Вот якобы оккупанты пытаются там восстановить движение, какие-то стройматериалы привозят, дорожную ремонтную технику. Есть информация у вас, что там происходит? Да, это действительно так. Они пытаются всеми силами залатать те дыры, которые там имеются, и пытаются исправить положение в отношении пропускной способности этого моста, и не только этого, но и Каховского. Там, где мост имеет серьезные повреждения, они пытаются использовать железобетонные конструкции, какие-то привозные плиты и так далее. И продолжая с риском для жизни испытывать вот эти так называемые альтернативные способы, сначала на мирном населении, которое опускают впереди себя. И если это срабатывает, тогда только начнется переправка военной техники и грузов. Кроме того, они пытаются перевозить военные грузы и в гражданском транспорте для того, чтобы не быть поврежденными. Поскольку огневой контроль с нашей стороны в этом отношении тоже тщательно контролирует, проверяется для того, чтобы не навредить мирному населению. И мы не повреждаем объекты инфраструктуры, мы осознаем, что, к примеру, в Каховском направлении это еще и дамба, которая имеет техногенное серьезное значение, поэтому не может быть повреждена настолько, чтобы создать катастрофу. Поэтому в нашем случае лучше дать им возможность воспользоваться вот этим ремонтным способом и переправой, и затем нанести поражение, нанести удар, чем делать это в тот момент, когда это ставит под угрозу мирное население. Известно, что российские оккупационные войска не прекращают обстреливать прифронтовые села региона. Какие населенные пункты снова были под вражеским огнем, и какая там сейчас ситуация, и есть ли пострадавшие? Критической ситуации настолько, чтобы это было действительно по большому количеству пострадавших нет. Хотя действительно все населенные пункты, которые находятся в линии столкновения сейчас, постоянно под обстрелом. Там работают, обязательно работают наши военнослужащие, наше гражданское военное сотрудничество, так называемое направление, которое организовывает и эвакуацию мирного населения, кому есть возможность куда выехать, есть желание выехать, и правильную работу по использованию укрытий, которые есть. Поэтому очень много людей отказываются от эвакуации перед вооруженной силой Украины, силой обороны Украины, и желают переждать вот эти сложные времена в своем родном населенном пункте, селе, городе, где они считают, и земля помогает. Наталья, спасибо вам большое. Благодарю вас за оперативную информацию. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра силы обороны Юга Украины, капитан первого ранга, была с нами на связи.